Более 500 учащихся из Звени города, Щелково, Власихе, Краснознаменской, Одинцовского района приняли участие в открытом профориентационном мероприятии. Мособлгаз – приглашение в будущее. В рамках встречи были организованы круглые столы, мастер-классы для детей и родителей. Мы как никто чувствуем потребность в специалистах широкого профиля, специалист, который владел бы не одной конкретной узкой профессией, а чтобы он также знал еще 2-3, а то лучше 4-5 других, обладал другими навыками, такие как навыки информационных технологий, навыки энергосбережения и многое другое. Работу вели открытые информационные стенды, на которых техникумы и колледжи Одинцова, Москвы и Щелково представили свои учебные заведения, рассказали о факультетах и перспективах для молодых специалистов. Калейдоскоп огромной профессии, и такие интересные профессии связаны и с нанотехнологиками, и экологией. Поэтому вот эти профессии, они будут редкими и востребованы. И уже сейчас работники главных структур облгаза смотрят на этих студентов. Они действительно очень интеллектуально продвинутые, эти студенты. Хотелось бы, чтобы современные ученики, кто сейчас находится на грани выбора своей первой профессии, делали правильные шаги, выбирали организации, в которые они пойдут. Очень важно выбирать те организации, где можно не только работать, но и учиться во время работы. Ежегодно МОСУ Булгаз проводит набор квалифицированных специалистов. Многих отбирают еще со студенческой скамьи. На предприятии рабочий процесс построен так, что сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, осваивают новые навыки. Отучился в колледже среднего образования, после чего пришел, устроился на работу, отработав практику при этом. Я могу перебрать все газовое оборудование, которое только есть. Могу собрать внутренний газопровод, который в доме прокладывается. Перебрать домашнюю плиту. В принципе, это малая часть, чего я могу только сделать. Участники встречи признались, что еще не определились с выбором будущей профессии. Сегодня они познакомились с разными специальностями и, возможно, пойдут в эти отрасли. Я еще не определилась с выбором профессии, и мне нужен опыт, куда пойти, кем стать в будущем. С детьми и родителями работала группа психологов. Ломать стереотип необходимости получения высшего образования сложно. Но работа в этом направлении ведется на самом высоком уровне. Президент страны понимает, насколько важны и нужны рабочие профессии сегодня. И, наверное, настало время пересмотреть свое отношение к профориентации, к рабочим процессам и к рабочим профессиям. Потому что я думаю, что на данный момент это очень востребовано, это действительно интересно, и я думаю, что от этого зависит наше будущее. Потребность в таких мероприятиях большая. Организаторы уверены, что многие ученики седьмых, восьмых, девятых классов уже после первой такой встречи более уверенно смотрят в будущее, и им легче определиться с выбором профессии. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.